Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем сегодня в этом зале поклонников корового искусства, поклонников корового коллектива «Перчи». И прежде чем я приглашу на сцену ваш любимый коллектив, я хочу сказать несколько слов, потому что этот коллектив сегодня приглашает вас к размышлению. И надо сказать, что мы с вами счастливые люди, потому что мы живем в 21 веке, и перед нами предстает панорама исторических событий. И мы с вами имеем возможность обсуждать эти события, высказывать свои мнения, может быть даже несправедливые, потому что нужно очень быть осторожным, и сказками, потому что через несколько столетий нас тоже будут судить потомки. И тем не менее, вот в этих исторических событиях есть определенные закономерности. Я думаю, вы с ними согласитесь, потому что, коль вы к нам пришли, вы, конечно же, культурные люди, и знаете весь лес культурных событий. И когда наступает какая-то переломная эпоха, неважно, счастливая она или трагическая, к жизни взывает большое искусство. И появляются самые разные художники. Одни выбрасывают манифесты, говорят высокие слова, появляется какой-то героический пафос, они открыто высказывают свое мнение. Я думаю, вы сразу можете назвать их героем. Но тем не менее, душа человека в любой момент, она требует тоже совершенно других произведений, совершенно другого звучания, и появляются другие люди. Они не так сожженны, они более глубокие, их сочинения, творения, идут более медленно, но они проникают в самое сердце человека. И вот сегодня мы с вами будем слушать произведения композитора, который смог все вот эти принципы в своей музыке сочетать. Мы с вами обращаемся к музыке начала 20 века, к музыке французского композитора Артислава Куленко. Эта музыка удивительна. Она иногда была испорная, непонятная, но тем не менее, она всеми признана. И удивительна она тем, что люди, которые живут, которые подвластны времени, они исполняют до сих пор музыку, которая, как показала история, неподвластна времени. Французский Куленко, один из французской шестерки. Французская шестерка – это творческое объединение. И вот это то самое объединение, которое очень громко о себе заявило в Париже. И сразу же они начали высказывать свое мнение о происходящем. Они сразу же говорили о старых мастерах. И это было очень-очень плакатно и фрескало. Но вот Куленк смог удержаться от этих громких выпадов. Но тем не менее, его произведения остались вот уже на протяжении 100 лет. И мы с вами сегодня будем их слушать. Процесс Буленк – один из немногих композиторов, у кого очень счастливая композиторская судьба. Его не задели тяготы издателей. Его всегда печали. Его музыку, в общем-то, сразу приняли. Она была французом понятна на таком-то определенном этапе. Мы с вами сегодня это очень хорошо заметим. Он написал более 150 произведений в самых разных жанрах. Это и оперы, и балеты, концерты, камерная музыка, хоровая музыка, вокальная, самое-самое разное. И что удивительно, сегодня, когда вы пришли, казалось бы, на хоровый концерт, вы тоже услышите разные жанры. Итак, мы вас несколько заинтриговали. И я думаю, что настала пора пригласить коллектив на сцену. Итак, «Радиспулент. Грусть» из цикла 7. Город на стихи Папалинера и Лёна. Исполняем камерный горд Певчей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Продолжение следует...